Эллион Китайцы выпустили новый женский смартфон. Помимо корпуса розового или белого цвета, он обладает фронтальной камерой с разрешением 8 мегапикселей, что позволит делать качественные селфи. Компания Nissan объявила о планах начать в 2016 году продажи первой серийной модели, способной ехать без участия водителя на отдельных участках дорог. И в 2016 году нас ждет лишь модель, которая способна ехать без помощи водителя только на больших магистралях. А вот полностью беспилотный автомобиль, способный ездить по городу и реагировать на различные препятствия, появится только к 2020 году. Английский актер Беннеди Камбербэтч удостоился чести быть открытым в шоколаде. Точную копию звезды Шерлока в полный рост изготовили в Британии. Восемь человек потратили 250 часов и 40 килограмм бельгийского молочного шоколада, чтобы создать фигуру высотой в 182 сантиметра. Таков рост Беннеди Камбербэтча. Казань стала полигоном для испытаний нано-покрытия. В городе можно встретить автомобили, которые наполовину чистые и наполовину грязные. Так проходит испытание нового покрытия для автомобилей, которые отталкивают пыль и грязь. 4 апреля произойдет лунное затмение. Экстрасенс Алсуга Земзянова рассказала, как такие природные аномалии влияют на людей и их поступки. По словам финалистки Битвы экстрасенсов, в период затмения нельзя принимать серьезные решения, например, решения о разводе. Также рекомендуется как можно меньше бывать на улице во время затмения и уж тем более не смотреть на него. Как прошла премьера Молодежного театра Института филологии и межкультурной коммуникации? Каковы итоги седьмого регионального конкурса китайского языка? Об этом и многом другом вы узнаете в нашем вечернем выпуске новостей. Не пропусти! Редактор субтитров А.Семкин